Страна деградантов. О какой стране идет речь? Да какую не возьми. Все, что мы узнаем новенького такого про Америку или про Францию или про Германию, в общем, традиционные христианские государства, государства высокой культуры, богатой истории, включая Россию, которая представляет собой единство Великороссии, Белоруссии, Малороссии. Здесь тоже страна деградантов. Один только штрих, таких штрихов очень много. Еще я как-то увидел в сети недавно фотографию 1945 года, разбомбленный в дым Кельн. Кельнский собор стоит живой где-то там в отдалении. Все остальное сплошные руины. И на переднем плане сидит женщина с ребенком на руках, рядом собака шелудивая. Сидит она на чемодане, за плечами огромный рюкзак, не дома, никаких средств к существованию, куда идти. Вот примерно такая картина, которая должна вызывать, несомненно, сочувствие. Потому что это же не какой-то преступник, это просто человек, это человеческая трагедия. И больше сотни комментариев. Все комментарии либо вообще мимо, это просто ругань между собой, либо подлость. А подлость состоит в том, что «А, ты сволочь, вот Гитлера поддерживал, так тебе и надо». Это проявление так называемых простых людей. Вот простые люди – это самая настоящая сволочь. Как в каком бы языке она ни говорила. Вот эта русскоязычная сволочь, конечно, к русским никакого отношения не имеет. И я не желаю с этими людьми иметь ничего общего. У них нет никакого понимания сочувствия, милосердия, прощения. Ничего нет, ничего того, что составляет природу русского человека. И та же самая сволочь сидит, скажем, в эфире какой-то православной передачи. Здесь значок «Зет-сатанизма». Это уже говорит о том, что человек полный деградант. И этот деградант вещает о том, что должно встать с Украиной. Украина самоликвидируется, говорит он. Она сама собой, сама себя истребляет. Ну да, это Украина напала на Российскую Федерацию, оказывается. Да, ну вот японцы-то уверены тоже многие, что СССР сбросил атомную бомбу на Хиросиму и на Гасаки. Это нормально? Нет, это не нормально. Это историческая ложь, это клевета, это подлость. И здесь то же самое, это подлость. В отличие от Российской Федерации, Украина разбомблена вся. То есть она, вне зависимости от удаленности от линии фронта, обстреливается тяжелыми средствами уничтожения. Конечно, нам никто не доносит о человеческих трагедиях, которые в этом случае возникают. Не только гибель людей, которые хоть и в погонах, но это все равно трагедия. Это чьи-то близкие родственники, чьи-то родные, чьи-то друзья. Мол, смерть украинца – это нормально, так им и надо. Вот примерно такое отношение. А смерть по эту сторону – ну вот это вот все. Здесь нужно возносить хвалу погибшему, неважно каким он был человеком. И здесь надо всем сочувствовать. А там нет. То есть вот здесь мы сочувствуем, а там границы, там нет. Нет, они иные, и в то же время говорится, да они те же самые люди, что и мы. Это те же самые русские люди, те же люди русского мира. Если мы понимаем русский мир не в духе кремлевских негодяев, а по-настоящему, так как понимали всегда в истории России. Вот эта подлость, эта нечувствительность к боли других людей – это признак современного человека. Или, точнее говоря, выродка. Страна деградантов. Вот во что мы превратились. Вместо того, чтобы быть образцом для всего мира, нравственным примером, и были даже в советский период, были мы таким примером, потому что еще не выветрилось христианское добросердечие, и на фронте были те, кто воспитывался в сельских домах, где в красном углу стояли иконы, и предки молились перед этими иконами многие поколения. Вот еще тогда было русское добротолюбие, милосердие, сочувствие к горе других людей. А сейчас нет. Сейчас мы превратились, мы, вот Российская Федерация, это уже не страна, это территория оккупированная русофобским режимом, и это территория подлости, сплошной подлости. Выборы? Какие выборы? Выборы кого? Одни подлецы выбирают других подлецов. Ходите на выборы? Ну, тогда лучше со мной просто никаких диалогов не ведите, вы абсолютно чужой мне человек. Выбираетесь там, куда вы выбираетесь? От имени кого вы выбираетесь? Кого вы можете представлять в этой ситуации? В стороне деградантов вы можете представлять деградантов, и таким образом сами превращайтесь в деградантов в любом случае. В любом случае. Любое сочувствие этому режиму – это деградация. А отсутствие сочувствия, горю людей, вне зависимости от того, по какую сторону границы они находятся, по какую сторону фронта они погибли или претерпели какие-то страдания, нет этого сочувствия – вы деградант. И вот куда ни оглянешься, кругом потоки деградации. Я понимаю, что люди нормальные, молчаливые, они редко пишут комментарии, но все пространство гудит деградацией, гудит вот этой ненавистью к самим себе, просто ненавистью к людям. Это тотальная ненависть, которая взята ниоткуда, от исчезновения смысла существования. Вы живете зря, просто зря. Вы напрасно родились. Лучше было бы, чтобы вас никогда не было, потому что кроме мерзости вы в этот мир не привнесли ничего. Это я говорю вам, деграданты. Тем, кто мне напишет всякие гадости, я постоянно стираю, я вокруг себя пространство чищу, я с этими людьми не имею ничего общего, я даже ругаться с ними не стану. А к нормальным людям, которые сохранили русскость и сохранили то, что нам завещано предками и верой предков, христианской верой, православием, русским православием, тем я говорю, отделяйтесь от нечисти, отделяйтесь. Мы их не спасем уже, их ни в чем не переубедишь. Они уже захвачены бесами так, что только Господь Бог их может вылечить или осудить, если вылечить не удастся. Может быть, какие-то события изменят их настроение, может быть, их собственное горе как-то изменит их отношение к миру, но мы уже ничего сделать не можем. Мы должны отойти в сторону и дать этим людям сгнить, пожрать друг друга. Мы в этом участвовать не должны. Если, дай Бог, они друг друга сожрут, а нам как-то удастся в этой бойне выжить, то, может быть, и Россия спасется. Слава Руси! Господи, спаси!